всех приветствую друзья на связи данки покажу вам бой против достаточно сильных бойцов 73 процента 1 винрейта 2 81 в общем принципе все бойцы из клана противофазы очень опытные и играть с ними достаточно трудно карта полная изоляция в напарниках у нас прям очень хороший игрок он занял первое место вроде бы в скермише золотой лиги ну там где елки возили и за конфедерацию занял второе место то есть игрок уже он играет на двух фракциях и занимает топовые места это уже говорит о том что у него все хорошо как минимум с микроконтролем может даже с пониманием тактик ну далее мы увидим красным то я желтый талона и так я пробегаю собираю ящики которые вообще по идее должны собирать противники и сразу же прячу своего стрелка в кусты чтобы далее уже разведать базу противника и понять как они будут играть через молотараш или все же пойдут в третий уровень штаба в производстве чего-то еще напарник выходит в флот ставит снайперскую вышку наверно на снайперская вышка вот я пробежал не утерпел решил посмотреть что же там а там два центра снабжения и штаб второго уровня я так подумал подумал они бункера рашли это не успел разведать казармы сразу же улучшил свои казармы до второго уровня чтобы произойти гранатометчиков так как с моей прокачкой я отбить бункер аж могу только если заранее это разведаю и произведу достаточное количество гранатометчиков чтобы предотвратить постройку зданий уже у меня на базе отстраиваю экономику 5 центра снабжения коплю ресурсы на третьем уровне штаба в принципе посмотрел посмотрел вроде как два бункера стоит на базе у противника на втором штабе может еще третий бункер только поставить у меня на базе ну и вроде как он строй двор не уничтожает и не собирается меня атаковать синий игрок ставит тоже ну в общем они очень плохо развились мало собрали ресурсов вместо того чтобы использовать свои бусты на производство пехоты и разведку лучше бы они наверное включили экстренные меры и поставили по себе три центра снабжения и штаб до второго уровня это было бы намного лучше чем вот так вот как у них сейчас но хотя бункера тоже много ресурсов кушают может боялись что мы их заражим пехотой здесь я успел увезти разведчиком ну увидел там мы расстреляли пару штурмовиков увидел что сила не равна что моего пехотинца сейчас убьют успела спрятать в лес пользусь эта фишка и сопротивление на то есть сопротивление что она берет хитростью ну и там где-то можно сэкономить плюс отличная разведка я теперь вижу что там противник синие что-то много ресурсов тратит на пехоту и тут мой напарник разведал кайманом уже успел даже олегатора сделать два две штуки ты видим что молот производит я сделал гранатометчиков минирую территорию своей базы и у меня созревает план напарник сейчас включить золотой морской удар уничтожит базу синему игроку конечно много юнитов он их сейчас расстреляет аллигаторами то есть вероятно что-то получится ему сделать видите морской удар и молот отступает он сейчас уничтожит штаб уничтожит стройдвор там заводы синий игрок начнет перемещаться сюда а с этой стороны я своей армии гранатометчиков попробую перехватить его и не дать ему отстроиться то есть мы выбиваем вдвоем игрока одного и шансов него выжить здесь будет достаточно мало чтобы у меня за этот момент не заражили от минирую территорию чтобы молд там марша зеленый игрока не смог уничтожить мою базу и заменирую территорию здесь на всякий случай то есть я хочу атаковать через этот проход давить вместе с аллигаторами под прикрытием их базу синего игрока поэтому здесь тоже немного мин кинул они даже кстати прямо сейчас вроде даже пригодятся здесь тоже ставлю мин и вспомнил что здесь проход есть когда штурмовик выбежал с него вот и начинаю штурмовать уже непосредственно саму синюю базу аллигаторы полным ходом уничтожает здание которые здесь находятся я начинаю атаковать бункер с этой стороны у меня броненосцы до заказом идут тут меня были мины но видимо там молты поехали повзрывались вроде бы уже вот дальнейшем увидим там было вроде 6 мин посмотрим сколько будет дальнейшем вот и здесь синий игрок возвращается к себе на базу и начинает пытаться отстреливать моих у меня связка достаточно сильная гранатометчики броненосцы и снайперы позади то есть они выбивают всю пехоту конечно штурмаки успевает уничтожить часть гранатометчиков но у меня до заказ тоже идет это настолько сильная связка на втором уровне штаба что она даже справляется практически она справляется с двумя игроками одновременно смея напарник не помогает там аллигаторы они вам помогал аллигаторами да там момент был что на морском ударе достал пару молотов уничтожил но все же против двух игроков мой греном броник снайпер смог затащить и дальше он пробивать базу противника здесь восхищается как написал игрок что я тут ко всему готов то есть но реально мою базу не пробить с этой стороны им остается только оборонять синюю то есть я уже предугадал все варианты событий которые здесь могут быть знаю что игрок зеленого цвета пока что не может выйти вертекса то есть принципе на базе даже можно по войне строить до заказ произвожу пока оставляю на базе 2 до заказ здесь и здесь пытаюсь додавить базу синего игрока разведал все же базу мой напарник вышел получается в море произвел аллигаторов и сам вышел третий уровень штаба и сделал кричитов все очень грамотно тоже сделал тут синий игрок пытается жить я ему просто отстреливаю центр снабжения надо лишить его в любом случае экономики он не смог до дальнейшем отстраивать свои здания мой напарник правильно все делает пытается уничтожить молот из зеленого цвета чтобы минимизировать потери мои и далее чтобы я просто мог спокойно добить базу без сопротивления строю 2 полосе на базе пыл что уже пора ну он только-только улучшал завода вертексов но лучше построить заранее для кого уже не беспокоиться о том что мне могут уничтожить какой-нибудь завод и я даже не смогу ответить ничем ну и потихонечку сам выхожу в кричитые в третьего штаба и сейчас буду еще до производить ягуары заказывать ну строить завода третьего уровня улучшать и производить сами ягуар потому что ну кричит это хорошо но пробить эту базу не получится уже только кричитами надо делать технику тяжелую должна на зевса будут скоро вот говорю атакует центр снабжения это по-любому надо делать потому что ну один центр снабжения то я что осталось от синего игрока и далее он вообще не сможет накопить ресурсов а пока вот минута 2 проходит он все там накопит 500 ресурсов сможет еще один центр снабжения отстроить а далее там по нарастающей за 34 минуты можно восстановить себе построить центр снабжения больше чем у вас находится на базе вот как и говорю до ягуаров аэродрома до кричитов хочу сделать голды да синий игрок использует золотую оборону бывает достает быть не достает до моих юнитов может красная оборона но суть не меняет вот благо до снайперов они не достают я даже был удивлен может бункер не докачат так как я знаю что флоу бункер он достает до снайперов у меня снайпер еще не докачаны то есть у них там как минимум пол клетки дальности можно прокачать видимо все же бункер не докачь так здесь гранатометчики здесь бронегранатометчики то есть небольшие отряды так на всякий случай тут в принципе пробивать уже нечего два бункера это так отправлять гранатометчики на слив бесполезно лучше оставить их на базе мой напарник разведает базу противника два три четыре кричита есть апается завод до зевсов и завод до градов уже сделан там производятся они мой напарник выходит второй авиазавод четвертый уровень штаба я произвожу яга кричит но немного гранатометчиков вот здесь ловят конечно противник хорошо мои моего напарника уничтожает ему один кричит но сейчас попытка там сбоку как-то залететь но на базе так много пву тем более он не смог сесть на хвост вертексу в итоге еще один кричит теряет вроде бы да он попадает под обстрел аллигаторов ну по волях ну в итоге кричит и не могут поймать истребители тут надо было их в бок куда-нибудь уводить не гоняться за ним но на принудительном огне а в бок их увести и стрелять по ним то один аэродром но я поймал в цель себе вертекса 1 еле живого и начал его атаковать все же один смог уничтожить вижу что противник взлетает причем взлетает по этой линии то есть он на меня не попадает поэтому я успеваю отступить на базу по камере я так подумал но пв видимо на голд воздухе было она мне уничтожила истребитель мне не хватит а это электроэнергия тут две пв поставил хочу шудик образов произвести поставить их вдоль всей карты чтобы противнику было очень больно летать перехватывать наши истребители а синий игрок до сих пор живой у него центр снабжения электростанции то есть он уже сколько минут три-четыре постоянно накапливает себя ресурсы то есть он уже может принципе на себе даже штаб отстроить там тысячу точно набрал там один центр снабжения приносит 220 ресурсов в минуту если включить голос снабжения там будет около 300 на не 300 270 примерно так 280 за две минуты около 600 коробок у может собрать вы решили лишить его этого момента и уничтожаем ему получается центр снабжения говорю напарнику отступая потому что чувствую сейчас истребители полетят но они полетали не полетали и забили я опять истребители суть теряю под по залетел я когда нажал на кнопку отмена понял что все у меня уже в принципе истребитель потерян так как еле живой и летит через разворот ну разворот делать не через правую сторону через левую а через левую это было через базу противника противник решил тут новую базу немного напасть не успела голд воздух включить да и кроме до последнего на золотых бустах не знаю зачем в принципе можно было на синих до играть спокойно но что-то все вошли режима бусто дроча и выйти из него было очень сложно так ну кстати вышку он не смог уничтожить за один залп четверг мястребителями на на не все дали залп по идее должен снять достраиваю четвертую по вам что было очень очень больно летать над моей базой 4 по на голд воздухе точно собьют вертых а если они еще будут в большом скоплении но в пельмешку слипнуться тогда вообще все разным полю ну падут ускоряемся мой напарник вышел до альбатросов самое интересное нам здесь я на патрулирование свои ну патрулирование с юниты поставил чтобы не катались туда-обратно чтобы их сплэшем не убили все разом и решила попрятать снайперов в кусты так как они дают очень большой обзор ну а смысл их еще здесь как-то по-другому использовать тут есть только под хамелеоном уничтожать бункеры чтобы их не убивали вертексы под прикрытием дикобразов и кречетов надо можно а так я их подумал подумал воду использовать в роли разведчика так здесь напарник летал полетел вертексами противник у меня дикобразов нету вообще ничего нету но ничего страшного сейчас я начну выставлять разведку смотрим на этот момент то есть видите разведчик снайпер он здесь сейчас просто займет такую хорош позицию и будет постоянно видно почти всю базу противника но не всю вас противник но крайней мере где стоят юниты точно можно узнать даст долб странно стремители у желтого игрока они даже залп не дают по вертексам он залетел под моё пво это конечно очень зря сделал прям минус три стремителя здесь я выхожу тоже уже до 4 уровня штаба есть отряд не знаю что с ним делать оставлять на базе тоже бессмысленно мало ли противник придет в атаку на моего товарища а у него тут ну кричит и ну хотя до вряд ли у него получил бы зевсограна доехать до база желтого игрока тут альбатросы эти вот альбатрос сейчас они полетят бомбить он видимо запомнил позицию где стояли зевсы тому подобное сейчас будет бомбить их вот бомбит сколько урона нанесет почти уничтожает зевс я не знаю у него нам нет очков умения на авиацию по воде уничтожил зевса не добил но хотя бы от градов избавились в общем очень больно было прям очень очень больно ели ну чуть-чуть не за может он на голос воздухе сидел не смогли уничтожить зевсы но моя батрос обычно ваншотин зевс и так он начинает двигаться кричит это певать еле живые зевс она так и надо играть альбатрос плюс кричит альбатросы разряжают юнита кричит там по идее в три отряда играть по одному кричит на каждый и можно добивать базу противника как я понимаю что противник видимо собирается атаковать меня снизу 100 стоит бункера еще что-то хочет сделать родрома построил заново так как его альбатроса разбомбили вот опять он летает опять куда-то вылетают бомбардировщики что не бомбить будут опять аэродром в общем лишает он его полностью вяться тут на зевс и град я не знал сколько там юнитов не успел по разглядеть плюс еще синий игрок решил восстановиться вот он начинает снимать мины хочет видимо попробовать зарашить меня но у меня тут уже хабелёны кричит и мамонты броненосцы гранатометчики ягуары все пробить меня это дело такое и смотрите что я делаю ставлю строй двор и сейчас буду использовать его для того чтобы остановить противника в случае если он пойдет на меня в атаку там прервали попытку восстановить базу синему игроку выбили у строй двор и все центры снабжения которые у него были так и смотрите игрок начинает атаковать пытается зевсами проехать снимает мины что я делаю включая хамелеон и жду когда он сможет подъехать поближе вот он подъезжает поближе и тут я ставлю стеночки говорю вот такую вот эту точку альбатросы вылетают по этой команде может даже заранее хамелеон задерживают тоже и вот тут про длитают уже сами альбатросы и вообще ничего не оставляет от зевсов в итоге все уничтожены зевсы уничтожены грады все уничтожено и остается только добить базу противника но сам это делать такой был бой спасибо за просмотр ссылочка на игры в описании и всем удачи